Всем добрый вечер! У нас сегодня необычная встреча. В программе «Городские встречи» мы будем говорить о необычных вещах. Во-первых, уникальный проект, который 14 мая 2019 года исполняется 30 лет со дня уникальной экспедиции на Северный полюс. И необычный ведущий, я Михаил Малахов, участник этой экспедиции в необычной для себя роли. Я, прежде всего, хочу представить наших сегодня гостей, моих очень тесных друзей, с которыми 30 лет назад в этот день мы стояли на Северном полюсе под флагом Организации Объединенных Наций. Они сегодня приехали к нам в наш город для того, чтобы мы смогли поздравить друг друга, подвести итоги того, что было в далеком 1989 году и вместе прослуждать, а что же действительно было тогда и какие последствия это необычное событие имело. Итак, сегодня у нас в гостях Роберт Свон, британский житель, известный на весь мир полярный путешественник и популяризатор экологии и мирного сосуществования, человек, который придумал экспедицию под названием «Ледовая прогулка, айсвок», юбилей, который мы сегодня празднуем. Мой очень тесный и ближайший друг Ярвид Фукс, участник этой экспедиции, один из известнейших немецких путешественников, моряков, который был также вместе с нами 14 июня 1989 года на Северном полюсе, человек, благодаря которому многие рязанцы почувствовали, что такое Европа, поучаствовали в международных проектах. Guys, we are talking about 30 years anniversary of our expedition Ice Walk. Robert, as our leader, please tell what is this Ice Walk and how this idea came into your big head. Я прошу Роберта рассказать, как же он придумал эту экспедицию, ледовую прогулку, и как ему удалось ее организовать. Well, Misha, it's extraordinary that we were sitting, standing at the North Pole exactly 30 years ago now. Us three, plus our team of five. It's a very, very special moment. Robert говорит, конечно, это очень специальный момент, что действительно вот в этот день, 30 лет назад, вот мы втроем, и плюс пять человек наших товарищей из других стран, а всего, подчеркну, было восемь человек из семи стран, стояли на Северном полюсе. Даже может быть, probably even in this hour, вполне возможно, именно в этот час. Роберта, три года перед этой экспедиции ему идея пришла в голову. После того, как он пришел с экспедиции на Южный полюс. И он тогда подумал на Южном полюс, что теперь, наверное, надо прибыть на Северный полюс. Правда, характер экспедиции должен быть другой. 30 лет назад, Роберт говорит, наш мир разделяли конфликты. И вот я почему считал, что надо иметь международную команду, с которой надо идти на Северный полюс. И, кроме того, надо было иметь молодежь разных стран мира, которые будут следить за нашим походом на Северный полюс. Вот такой был план. И Роберт добавляет, и для того, чтобы реализовать эту необычную идею, он должен был собрать лучших людей из разных стран. Роберт сказал, что я очень хорош, конечно, доставать деньги и придумывать разные идеи. Но я не очень хорош путешествовать по льдам Северно-Ледовитого океана, хотя на самом деле это не так. Он был замечательный иногда Северно-Ледовитого океана, и поэтому он нуждался в компаньонах очень знаменитых и опытных. Они благодарят вольный перевод, благодарят меня за то, что я все-таки принял приглашение присоединиться к этой экспедиции, потому что, ну, признаюсь так, я был единственный из команды в 8 человек, который уже имел опыт путешествий по льдам, по дрифующим льдам Северного Ледовитого океана. Я там чувствовал себя действительно как рыба в воде. И мы рады, чтобы быть с тобой, Миша, герой России. Мы верим, что твой страна тебя познакомила, и мы рады, чтобы быть с тобой, герой России. Да, смущаюсь немножко, потому что Роберт говорит очень добрые слова в мой адрес, как герой России за свои полярные экспедиции, что соответствует, конечно, действительность, может быть, не стоит этого стесняться. Я действительно горжусь, что благодаря вот этим парням мой второй поход на Северный поле, где пришла идея в голову. А почему мы должны идти с поддержкой самолетов, а не путешествовать без всякой поддержки? Просто вот от земли стартовали и дошли до поля, вернулись без всякой поддержки. И вот экспедиция, про которую мы сегодня говорим, это была хорошая тренировка перед будущей экспедицией, о которой будем говорить с вами через год, потому что через год исполнится 25 лет экспедиции, за которой мне присвоили звание Героя России. Окей, я просто говорю, спасибо большое за добрые слова в моем адресе. И скажите мне, пожалуйста, о твоих ощущениях в этой экспедиции и в Норс-Поле. Вы, Роберт, и вы, Арвид, пожалуйста. Я думаю, Арвид может начать, Миша. А я попросил моих друзей рассказать о своих ощущениях во время экспедиции, когда они прибыли на Северный полюс. Ну, для меня это было очень важно, что это было действительно интернациональная кооперация. Это было очень важно. Это было интересно, поскольку действительно большая международная экспедиция была. Это была очень тяжелая экспедиция. Это было очень тяжелое, очень тяжелое, очень тяжелое, очень тяжелое. И поэтому мы нужны кооперация. Мы были 8 разных людей, не только из разных стран, но и из разных стран, но мы также были разные в нашей личности. И мы также должны были работать вместе, как один человек, basically. И это было очень важно, я думаю. И третье, что я хочу сказать, что это был сильный инвироментальный аспект. И если мы говорим о глобальном теплощадке и подобных вещах, это было очень важным вопросом. И не многое улучшено. И это очень страшно. И Арвид, достаточно вольный период, говорит о том, что это была действительно очень тяжелая экспедиция. Тяжелая и с точки зрения физических нагрузок, с точки зрения психологической совместимости. 8 человек, которые вместе собрались, до этого не зная друг друга, из 7 стран с разным менталитетом, с разным опытом. И они должны работать в этих необычных тяжелых условиях более чем 2 месяцев. И поэтому, конечно, лучшие представители путешествующих людей из разных стран должны были объединить свой опыт, чтобы преодолеть эти все трудности и оказаться вместе на Северном полюсе. И Арвид говорил также о том, что нас поддерживал то, что на Севере Канады работала большая международная студенческая экспедиция, которые следили за нами. И это нам придавало тоже стимул. Мы чувствовали себя как единой командой. Вот этот международный аспект, даже для него, я, честно говоря, этому удивляюсь, человеком из Германии, для которого не было проблем посещать другие страны, вот этот даже большой международный аспект, он казался важным и удивительным. I made the translation, Robert. Very well done, Misha. I think what's extraordinary about our expedition is that you started to the North Pole as a Soviet and arrived as a Russian, and Arvid started as a West German and arrived at the North Pole as a German. So, time has changed. Роберт сказал очень интересную вещь. Я бы еще подчеркнул в добавлениях того, что говорил Роберт, что ты, Миша, он обращается ко мне, начал экспедицию как советский человек, а финишировал через два месяца на Северном полисе, уже как русский, демонстрировал тем, что, так сказать, как-то произошла личная трансформация, переход, конечно, в совершенно другое состояние человека мира. Но то же самое произошло и с нашим другом Арвидом Фуксом, который стартовал из Западной Германии, а на полисе уже оказался просто в объединенной Германии. Потому что, конечно, это все условности, но на самом деле мы своим походом демонстрируем совершенно новый уровень доверия международным уровнем между основными державами, между основными государствами, которые мы представляли. Повторюсь, это было 30 лет назад. И Роберт подчеркивает как раз сейчас такую мысль, что сейчас, конечно, люди думают во всем мире, что мир устроен слишком тяжело, но 30 лет назад они думали точно так, что мир устроен очень тяжело. И мы говорим о том, что да, тогда мы помогли, идея, то, что говорит Роберт, мы помогли людям посмотреть на новый уровень взаимоотношений, а в нашей стране тогда происходила перестройка по-новому посмотреть на взаимоотношения, но 30 лет спустя мы понимаем, что немножко возвращается ситуация опять на более сложный виток взаимоотношений между основными ведущими странами. И поэтому наша экспедиция, наше путешествие, как пример международной кооперации, преодоления, совместного преодоления природных трудностей, она продолжается. Я задаю очень серьезный вопрос Роберту, его ощущение, когда он оказался на Северном полюсе, потому что в этот момент, 30 лет назад, 14 мая 1989 года, он стал первым в истории человеком, который на лыжах дошел до Южного полюса сначала, а потом и до Северного. Роберт Старшук, конечно, он был там счастлив и, конечно, он очень благодарен, опять говорит, мне и Арведу, которые помогли ему туда добраться. Я бы сейчас просто перевожу Роберта, может быть, я сейчас повторять бы такую экспедицию не стал. Для себя скажу, я бы с удовольствием это повторил. Но я от себя могу сказать следующее момент. Когда мы прибыли на Северный полюс, вот Роберт сделал необычную вещь. Был условный Северный полюс, как бы мы поставили ось, вокруг которой земля вращается, и Роберт обошел на руках эту ось, подчеркивая, конечно, свое личное достижение и достижение всей нашей команды. Actually, I told to resign people about your emotions at the North Pole, when you made the journey around the world by your hands. Your feelings there, Арвед, спрашивают теперь Арведа о его ощущениях, когда он прибыл на Северный полюс. I think Robert felt a lot of pressure, a lot of relief, actually, when we got there, because he was the one who organized everything and he was taking care of the finances as well. So being an expedition leader myself, I know what it means, being in his position. So he must have felt relief. And so when I got there, so it was a bit strange feeling because there's nothing there except ice. So the area looked the same as the 56 days before we left the Canadian coast. To me, it became, it was not really the North Pole that mattered to me. So it was more, yeah, the fact that it was a kind of pole of understanding, pole of understanding each other. And so that was really matter to me. And so I was happy to be there and that I do not have to pull the sled anymore and got out of the ice and had a decent shower and a decent meal. So I was very happy about that and happy of the successful expedition. But on the other side, I kept many, many memories and that also changed to a certain extent my life and the way I'm looking at the world. So thanks to Robert, because he made this and thanks to you, Миша, because without you we would have never had made it. So I learned a lot. Thanks. Okay. That's a symbol of a will now be the word. But Arvid explained the fact that the strange behavior of Robert on the pole, because, of course, on him was the most big stress, 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 разных стран нашел деньги 3 миллиона долларов на тот период очень большие деньги и теперь вдруг все случилось я живы всегда подчеркивает это момент добрались до полиса не смотря на все препятствия живыми арит говорит о том что полис как таковое ту же его не очень может даже но там там особенно то нет ничего снег лед и вода под этот подтверждаю его конечно вот впечатлил то что такая большая международная команда прибыла совместно на северный полюс он испытывал колоссальное удовлетворение от этого и это конечно придало дополнительные силы для будущей работы да он соскучился по еде по нормальной жизни значит обычным условиям был страшен доволен что не надо тащить эти тяжелые сани перебираться через страшного таросы и через опасные полыньи но он считает что это один был из счастливых моментов эта экспедиция его жизни газе на ума и turn to say my feeling zero для меня тогда человека из советского союза конечно было открытие прежде всего самого себя я работаю в большой международной команде восемь человек из семи страны я представляю советский союз это было конечно проверка того что мы советские люди в частности вот на моем примере как мы смотрим с на этом международном уровне было страшно приятно извините не скромно видеть что мы чего-то стоим мы можем умеет мне посчастливилось все эти четыреста пятнадцать миль лидировать и привести команду на северный полюс роберт перед стартом сказал миша я нашел деньги нашел этих ребят твоя задача ты единственный опыт быть на льдах приведи нас на северный полюс и сделаем счастливы его страшно доволен что вот эту мечту парней я смог реализовать и реализовал понял до конца что же может реально свободный человек совершенно в новом меняющемся мире на своем примере показать вот почему вся моя дальнейшая деятельность конечно связана вот с международными проектами дать возможность своим друзьям своим окружением жителям многим жителям в рязани в первую очередь молодым людям почувствовать такими же себя людьми нового обновляющегося мира реализовать себя и вот сегодня мы встречались в рязани первый наш день пребывания в рязани встречались с разными людьми которых так ли иначе затронул наш проект музыкантами спортсменами с руководством города и все очень довольны что этот проект состоялся и что он имеет такие хорошие человеческие последия это был проект не на нас восьми человек из семи стран это был гораздо более широкий международный опыт ровер хочет сказать какую-то замечательную вещь 30 лет назад мы путешествовали на северный полюс из-за того что происходит изменение климата люди большим трудом будут путешествовать на северный полюс льда стал меньше воды больше и трудно повторить наше путешествие но много других возможностей работать вместе как команда может быть не все было гладко в нашем сегодняшнем интервью это первый опыт быть в качестве ведущего но поверьте мне я и мои друзья мы были искренне сегодня с вами дорогие рязанцы субтитры динамы